Если ты зашел в первый раз, то выбери незанятую строчку. Щелкни по ней, введи свое имя и нажми кнопку «Дальше». Если ты уже играл, то просто выбери свое имя в списке имен и нажми кнопку «Дальше». Эта страничка специально для твоих родителей, чтобы они могли оценить твои успехи. Здесь ты можешь посмотреть новые серии смешариков и найти еще много чего интересного. Это выход из игры. Здесь можно посмотреть вступительный мультфильм о новых приключениях смешариков. Привет, Нюша! А ну-ка, отвечай, не задумывайся. Что такое букварь? Наверное, это что-то красивое. С оборочками и рюшечками-букварюшечками. Что-то я сомневаюсь. А пойдем к Каркарычу. Уж он-то знает, что такое букварь. Вдруг букварь и вправду красивый. Пошли. Каркарыч! Каркарыч! Что такое букварь? Карыч! Ты что, спишь, что ли? Странно. Как это он спит с открытыми глазами? И вовсе я не заснул. Я просто читаю. А букварь... Хм... Сейчас я вам про него все, так и быть, расскажу. Но не сразу. Сначала надо чаю попить. Что вам сказать о букваре? Букварь был моей любимой книгой. Я брал его с собой во все путешествия. Кстати, о путешествиях. Однажды у берегов Африки я потерпел кораблекрушение. Ага. В днище корабля образовалась течь. Каркарыч, ты же собирался рассказать о букваре? Так о букваре и речь. Сначала течь, потом речь. Какая такая речь? Речь. Это способность связно излагать свои мысли. Речь бывает устная и письменная. Устная. Та, которую произносят устами. Так в дни моей молодости назывались губы. Поэтому она устная. Значит, устная речь у нас уже есть. Мы же говорим вслух. Правильно. Осталось только проверить, хорошо ли вы знакомы со своей устной речью. Вот это мой любимый альбом. Здесь самые любимые фотографии и самые хорошие воспоминания. Как вы думаете, что происходит на этих фотографиях? Наверное, выбравшись на берег, ты долго брел по пустыне, пока окончательно не заблудился. Хорошо. А что дальше? И вдруг ты заметил тигра. Сначала ты немного пробежался. А потом, похоже, решил отдохнуть на пальме. А потом? Потом я озадачил тигра тремя предложениями. А что такое предложение? Каждое предложение – это одна законченная мысль. Из предложений состоит речь. Предложение можно изобразить схемой. Предложения различаются по интонации, с которой мы их произносим. У каждого из них свой характер. Есть повествовательные предложения. Они спокойные и уверенные. В конце у них точка. Есть восклицательные предложения. Шумные и громкие. Они оканчиваются восклицательным знаком. А вопросительные предложения вечно спрашивают. Поэтому им полагается вопросительный знак. Итак, вернемся к рассказу Каркарыча. Сначала он спокойно сказал тигру. Думаю, тебе стоит уйти. Но тигр никуда не ушел. Он решил, что тигр глуховат, и воскликнул. Уходи отсюда, тигр. Тигр только улыбнулся. Тогда он спросил его. Тигр, не хочешь ли ты отсюда уйти? Какое предложение Каркарыча было повествовательным, какое восклицательным и какое вопросительным? Найди вопросительное предложение. Для этого щелкни мышкой на предложение. Ты можешь попросить Каркарыча прочитать предложение еще раз, щелкнув по нему мышкой. Тигр, не хочешь ли ты отсюда уйти? Молодец. А теперь найди восклицательное предложение. Уходи отсюда, тигр. Здорово. А теперь найди повествовательное предложение. Думаю, тебе стоит уйти. Умница. Я вижу, ты без труда справился с этим заданием. Каркарыч, мне страшно. Не бойся. История закончилась хорошо. Мы с тигром подружились. На прощание я подарил ему самое дорогое, что у меня было. Букварь. Зачем же ты подарил его тигру? Чтобы мы могли переписываться. Ведь без букваря не научишься ни читать, ни писать. И тигр научился? Конечно. Через несколько месяцев мой друг прислал фотографию. Вот она. С обратной стороны снимка он написал несколько слов. Что же такое слово? Из слов состоят предложения. Каждое слово имеет свой смысл. Слова мы произносим, а можем их написать на бумаге, на песке и на асфальте. Сначала тигр хотел написать на фотографии. Твой лучший друг, тигр. А потом подумал, что нескромно называть себе лучшим и вычеркнул это слово. Получилось. Твой друг, тигр. Потом он решил, что они с Каркарычем больше, чем друзья. Вычеркнул слово друг и не смог подобрать другого подходящего слова. Осталось только твой, тигр. Но тут тигр вспомнил, что он дикий и никому не принадлежит. Вычеркнул слово твой и осталось только тигр. Сосчитаем, сколько слов написал тигр. Сначала он написал четыре слова. Один, два, три, четыре. Потом три. Один, два, три. Потом два. Раз, два. А в конце осталось только одно. Найди предложение, в котором два слова. Правильно. Найди предложение, в котором три слова. Правильно. Найди предложение, в котором одно слово. Правильно. Найди предложение, в котором четыре слова. Правильно. Молодец. Ты справился с этим заданием. На карточке осталось только тигр Ну и без лишних слов все ясно Вот он на фотографии, мой лучший друг, тигр Ой, какая трогательная история И что ты ему написал? Я позвонил ему по телефону Но, к сожалению, Африка очень далеко И я почти ничего не смог расслышать В трубке стояла полная тишина Полная тишина? Полнейшая Так иногда бывает в пустыне перед бурей Все живое прячется и замолкает Даже ветер стихает ненадолго Пустыня погружается в тишину Мы живем в мире, наполненном звуками И без них чувствуем себя неуютно Чего это она разжужжалась? Она не жужжит Она разговаривает Ей для разговора нужен только один звук А вот мой друг тигр рычит Ему для разговора нужен другой звук Звуки – это то, что мы произносим Ж и Р – это звуки Из звуков состоят слова Но из одних «р» и «р» никакого слова не выйдет Правильно, звуков много Они даже на группы делятся Гласные и согласные С чем согласные? С тем, что их так называют Гласные и согласные Гласные звуки можно петь А если звук пропеть нельзя, то он согласный Ну-ка, Крош, попробуй спеть звук Не получается Ура! Значит, это согласный звук Согласен А теперь поговорим о твоем имени Звук К В нем какой? Гласный или согласный? К согласный Р согласный О-о-о-о Гласный Ш согласный Очень хорошо А теперь давай вместе определим звуки в имени Нюши Определи все звуки в имени по очереди Если ты считаешь, что это гласный звук Нажми на клавишу Гласные Она красного цвета А если ты считаешь, что согласный Тогда на клавишу Согласные Она синего цвета Не торопись, хорошенько подумай Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Молодец! Ты правильно определил все звуки в слове Со звуками все понятно Но в книгах звуков нет Книги не разговаривают Ой, смотри Он, кажется, клюет носом То есть клювом Устал Ладно, пойдем Пусть поспит Слушай, Лосяш Речь состоит из предложений, да? Предложения из слов, верно? А слова из звуков, точно? Но в книге Звуков нет Там только закорючки какие-то Это буквы Буквами записывают звуки Буквами можно записать звук Потом слово Потом предложение Для того, чтобы записать слово Иногда достаточно одной Или двух букв Такие короткие слова называются Предлоги Вот, например, предложение В книге написаны буквы В Это предлог В слове В Одна буква А в слове Книга Пять букв У нас случилась большая неприятность Все слова перепутались И теперь их нужно разобрать И каждое положить в свой мешочек Слово из трех букв Мы положим в мешочек номер три Из четырех В мешочек номер четыре А из пяти В мешочек номер пять А теперь ты должен разложить слова по мешочкам Будь внимателен Умница! Я вижу, ты без труда справился и с этим заданием Чтобы научиться читать и писать, просто необходимо знать все буквы Лосяш, миленький, познакомь нас с буквами Мы очень хотим научиться читать и писать Да я бы с удовольствием, но я все свои буквы растерял Отправляйтесь в путешествие Соберите все буквы и принесите их мне Их должно быть ровно 33 И тогда я научу вас читать И у нас будет раскрасивый букварик с Нюшечками-букварюшечками Итак, Крош и Нюша отправились в увлекательное путешествие по долине Смешариков Для того, чтобы собрать все буквы и научиться читать и писать В этом им поможет новое изобретение Пина Звукофот Это аппарат, который фотографирует звуки Берем звукофот Наводим объектив на какой-нибудь предмет Громко говорим, как он называется Щелк И первый звук в слове превращается в букву на фотографии Вместе с Нюшей и Крошем Вы сложите фотографии в альбом И у вас будет настоящий букварь Отсюда ты можешь начать свое увлекательное приключение Вместе с Нюшей и Крошем Чтобы играть, сначала ты должен щелкнуть на такой флажок Также ты всегда можешь продолжить с того места, на котором остановился Для этого необходимо щелкнуть на этот флажок Как только ты достигнешь нового путешествия На экране появится соответствующий флажок И позже, в любой момент, ты сможешь начать играть с этого места После каждого путешествия тебя ждут интересные и полезные игры Но ты сможешь поиграть в них, только если пройдешь путешествие до конца Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Правильно! 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 Молодец! Ты отлично справился! Теперь поезд может отправиться в путешествие вслед за Крошем и Нюшей. Отсюда ты можешь начать свое увлекательное приключение вместе с Нюшей и Крошем. Чтобы играть, сначала ты должен щелкнуть на такой флажок. Также ты всегда можешь продолжить с того места, на котором остановился. Для этого необходимо щелкнуть на этот флажок. Как только ты достигнешь нового путешествия, на экране появится соответствующий флажок. И позже, в любой момент, ты сможешь начать играть с этого места. После каждого путешествия тебя ждут интересные и полезные игры. Но ты сможешь поиграть в них, только если пройдешь путешествие до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... 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 Много слов ты нашел, но нам пора. Давай посмотрим, что же будет дальше. Игра. Смешарики так увлеченно искали буквы, что совсем не заметили, как заблудились. Но найти дорогу не так уж легко. Правда, кто-то оставил им подсказки. Игра. Приключения в лесу. Помоги Крошу и Нюше найти правильную дорогу. Для этого тебе нужно щелкнуть мышкой по букве, с которой начинается название найденного предмета. Например, слово «газета» начинается с буквы «Г». Ух ты! Нюша, посмотри! Да это же глобус! А ты знаешь, с какой буквы это начинается? А что здесь делает ежевика? Ёлки-иголки! А что здесь делает радио? Ух ты! Нюша, посмотри! Да это же очки! Смотри! Это йод! Йод! Смотри, какой старинный сундук! В нем наверняка карта сокровищ. Давай откроем! Чтобы открыть сундук, нам нужно набрать код. Щелкни мышкой по буквам, из которых составлено слово «код». Ура! Мы подобрали ключевое слово! Это слово «герой». Ура! Мы настоящие герои! И мы нашли сокровище! Это карта нового путешествия! Буква Б Буква должна быть где-то на берегу, рассуждала Нюша, выбравшись из дома Лосяша. Она рассматривала море в бинокль. «А я приготовил тебе бусы в подарок!» Пробормотал Бараш. Услышав про бусы, Нюша быстро обернулась, не отрывая бинокль от глаз. «Бо!» Вдруг закричала она. «Бо! Большое чудовище!» Бараш от неожиданности упал с барабана на звуковод. Щелк! «Нюша, опусти бинокль! Это всего лишь маленькая бабочка!» Проблеял он. «Зато у меня теперь два подарка!» Бусы и буква Б «Нюша, опусти бинокль!» «Нюша, опусти бинокль!» «Нюша, опусти бинокль!» Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодец! Ты отлично справился с заданием и определил все гласные и согласные буквы Буква Б Буква должна быть где-то на берегу, рассуждала Нюша, выбравшись из дома Лосяша Она рассматривала море в бинокль А я приготовил тебе бусы в подарок, пробормотал бараш Услышав про бусы, Нюша быстро обернулась, не отрывая бинокль от глаз «Бо!» — вдруг закричала она «Бо! Большое чудовище!» Бараш от неожиданности упал с барабана на звуковод Щелк «Нюша, опусти бинокль! Это всего лишь маленькая бабочка!» — проблеял он «Зато у меня теперь два подарка!» Бусы и буква Б «Нюша, опусти бинокль!» Продолжение следует... 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 Дверь... Молодец! Как много слов ты нашел Но нам пора Давай посмотрим, что же будет дальше Травы, Крош, а не таблетки, уговаривала Савунья Хватит трястись от страха Выпей настой из трав, в нем все натурально Ни за что! Откуда, думаешь, происходит слово Отравился? От трав! Крош решительно стиснул зубы Ну ладно, не надо ничего пить Просто скажи, трава! Согласилась Савунья и спрятала ложку с лекарством за спину Тра! Крош открыл рот и тут же получил порцию настоя Ва! Закончил он и скривился, фотографируя пучок травы Кажется, я проглотил букву Т Савунья и спрятала ложку с лекарством за спину Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Молодец! Как много слов ты нашел! Но нам пора. Давай посмотрим, что же будет дальше. Друзья уже собрали почти все буквы, как вдруг налетел ветер и разбросал буквы по поляне. Нюше и Крошу ничего не остается, как их собрать. Но собрать их не так легко. Оказывается, буквы умеют хорошо прятаться. Тебе нужно найти все буквы из окна внизу экрана. Как только ты нашел букву, щелкни по ней мышью. Помоги Крошу и Нюше найти эти буквы. Игра. Прятки. Друзья. Молодец! Вот и первая буква. Отлично! Еще одна. Ты нашел еще одну букву. Отлично! Еще одна. Ты нашел еще одну букву. Отлично! Еще... Отлично! Еще одна. Ты нашел еще одну букву. Отлично! sturка! Все оп من и чуть. Пошли. Актер pomp洗ера. Тимпизодом. Ты нашел еще одну букву Молодец! Какой ты внимательный! Вместе с Крошем и Нюшей ты преодолел все препятствия И теперь сможешь собрать свой букварь Лосяш, учи нас скорее читать! Мы всюду побывали, везде искали и нашли тридцать одну букву Все, больше букв нет Действительно, мы сфотографировали все звуки А ты говорил, что букв тридцать три Лосяш, по-моему, ты от нас что-то скрываешь Ну что ж, друзья мои, теперь вы знаете все звуки и буквы, которыми они записываются Значит, буквы все-таки кончились Буквы еще есть, а звуков нет Как это? Буквы есть, а звуков нет? Это мягкий знак А это твердый знак Они появляются в словах тогда, когда нужно, чтобы согласный звук стал мягким Или наоборот, твердым Это мел Запишем это слово А теперь прибавим мягкий знак И мел превратится в мель Мягкий знак просто волшебник С его помощью можно превратить одно слово в другое А еще есть твердый знак Он появляется в слове только тогда, когда нужно сделать согласный звук твердым Иногда от твердого знака меняется весь смысл слова Поэтому твердый знак Очень редкий знак Вот, например, расскажу тебе одну историю Гулял крош по лесу Устал Решил отдохнуть Увидел пенек И сел Так вот, если в слове сел Появится твердый знак Эта история закончится по-другому Увидел крош пенек И съел Да, вот и какой твердый знак Ура! Мы нашли все 33 буквы И я объявляю об окончании путешествия Что же дальше, Лосяш? Дальше алфавит Букв много И чтобы они все не перепутались Их выстраивают по... По росту По красоте По порядку И у этого порядка есть название Алфавит Постойте Подождите Вот Это и есть алфавит А Б В Г Д Е Ё Ж З И И краткое К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Мягкий знак И Твердый знак Э Ю Я Вот какой чудный алфавит У нас получился Теперь, если вдруг ты забудешь какую-нибудь букву Ты всегда сможешь ее найти в нашем альбоме Чтобы распечатать алфавит Нужно нажать клавишу Печать Чтобы распечатать алфавит Нужно нажать клавишу Печать Теперь у нас есть букварик И мы можем серьезно заняться учебой Во-первых, мы повторим все то, что узнали Во-вторых, выучим наизусть весь алфавит И в-третьих, будем учиться читать Сначала слоги и короткие слова Потом слова подлиннее А там и до предложений доберемся Крош, Нюша, а как же учеба? Ежик получил загадочное письмо Нужно срочно прочитать Вперед! Нас ждет еще много интересных приключений В этот альбом мы соберем все буквы Которые будут найдены в ходе нашего приключения Здесь ты можешь отправиться в путешествие Вместе со смешариками и найти все буквы Здесь ты можешь посмотреть новые серии смешариков И найти еще много чего интересного Эта страничка специально для твоих родителей Чтобы они могли оценить твои успехи Здесь ты можешь посмотреть окончание мультфильма О приключениях смешариков Здесь можно посмотреть вступительный мультфильм О новых приключениях смешариков Эта страничка специально для твоих родителей В этот альбом Лосяш, учи нас скорее читать! Мы всюду побывали, везде искали и нашли 31 букву Все, больше букв нет Действительно, мы сфотографировали все звуки А ты говорил, что букв 33 Лосяш, по-моему, ты от нас что-то скрываешь Ну что ж, друзья мои Теперь вы знаете все звуки и буквы, которыми они записываются Значит, буквы все-таки кончились Буквы еще есть Это? Да Букв много И чтобы они все не перепутались Их выстраивают по А Б В Теперь у нас есть букварик И мы можем серьезно заняться учебой Во-первых, мы повторим все то, что узнали Здесь можно... Привет, Нюша! А ну-ка, отвечай, не задумываясь Что такое... Это выход из игры Ты действительно хочешь выйти из игры? Да